Библейский портал экзегет.ру представляет И третья книга царей, это довольно печальная книга. Почему? Потому что она про деградацию. В начале ее мы видим израильское царство на пике, в зените. Мы видим, как царь Давид, он упрочил свое царство, он завоевал окрестные земли, он отразил все нападения, победил всех мятежников. Наконец, он в зените славы, власти и могущества. Как бы мы с вами написали книгу об истории нашего народа, а эти же книги пишутся самими израильтянами, мы не знаем, кстати, автора, и это невозможно его определить. Как бы мы написали книгу о том, как наш народ, наше государство достигло своего расцвета. Наверное, было бы описание чего-то могучего, славного, крепкого. А вот как пишет библейский автор, как он начинает эту книгу. Но на самом деле она продолжение, конечно, первой и второй. Это все одна история просто в четырех томах. «Четыре книги царей или царства». Итак, как он начинает? «Когда царь Давид состарился, он не мог согреться, сколько не покрывали его одеждами. Сказали ему слуги его, пусть поищут для господина нашего царя юную деву, чтобы она пристала перед царем». Слуги-то знают, что больше всего на свете, кроме Бога, Давид любит женщин. У него постоянные истории про женщин, с которыми он заводит отношения, как сегодня это называется. А тогда это называлось «жениться на них». Жен у него много. «Юную деву, чтобы она пристала перед царем, будет она заботиться о царе и возлежать у тебя на груди. И так согреется господин наш царь». Искали юную красавицу по всем пределам Израиля и нашли Авишагу из Шунема, то есть чемпионку конкурса красоты. Ей привели к царю. Девушка была очень красива, она стала ухаживать за царем и служить ему, но царь ее так и не познал. Смотрите, в начале этой книги портрет Давида старика, который, во-первых, все время зябнет, а во-вторых, вот он известный любитель женщин, он ничего не делает с самой красивой девушкой из всего царства, которую только для него нашли. Он дряхл, он стар и дряхл. Зачем его таким рисовать не лучше? Покрыть это благородным умолчанием, в конце правления Давида, и дальше рассказать то, что будет рассказано дальше. Но этого мало. Ладно, что он физически дряхл. Понятно, у него трудная была юность, он скитался по пустыням, бегал от царя Саула, подорвал здоровье, наверное. Ладно, но он же был крепким правителем, он был могучим царем. И это нет. Адония Сенхагит, ну и Давида, соответственно, у него много жен, поэтому много сыновей от разных жен. Адония Сенхагит с гордостью говорил, это мне быть царем. Он завел себе колесницу всадников, пятьдесят стражников, которые бежали впереди него. Но отец его Давид ни разу не упрекнул, его не спросил, что это ты делаешь. Он был очень красив с виду, и родился сразу после Авшалома. Вот того сына Давида, который поднял восстание во второй книге, очень много об этом было рассказано. И, ну, наверное, как некоторые, не то что замены, невозможно заменить умершего своего ребенка, но как вот некоторое утешение, да, вот, наверное, особое отношение этот самый Адония вызывал у царя. Он был очень красив с виду, родился сразу после Авшалома. Он сговорился с Юавом, сыном Царуи. Это полководец Давида, который все время во второй книге главное действующее лицо, иногда главнее Давида по факту. И со священником Авьятаром. Так что они были на стороне Адонии. Смотрите, войско на стороне претендента, священство на стороне претендента. Сам он красавчик, ну, фактически дело сделано, да. Но священники Цадо Кабиная, ну, не все священство. Сын Ехоеды, пророк Натана, Шемейра и богатыри, что были у Давида, личная гвардия, они были не за Адонию. Ну, все равно шансов много. И вот смотрите, Давид не только возрастом пожилой, не только по состоянию здоровья не очень крепкий, он еще и царь, уже не очень-то царь. Ему девушку находят, его приближенные, а самое главное, его сын уже фактически утверждает собственное восхождение на престол, даже не дожидаясь смерти отца. И дальше конкретно описано, как это будет. Адония стал приносить в жертву овец, волов и тельцов, у камня Зохеда, что около Эйнрогера. Ну, некоторые места, нам сейчас не очень важно, где оно. Он пригласил на праздничество всех своих братьев, царских сыновей, всех иудеев, служивших царю. То есть он не то, что где-то там восстание поднял, вот Афшалом там, по сути дела, поднял восстание в свое время. Адония он совершенно открыто всех зовет, говорит, я теперь царь, про старичка-то забудьте, он уже ничего не может. И текст, в общем-то, описывает, что примерно так и было. Что это? А это вот история про то, что и Давид человек. Он не супермен, он не такой вот великий герой, Илья Муромец, который всех врагов побил, потом там упрочил свое правление, назначил кого-то своим преемником и спокойно отошел в иной мир. А это вот история про то, как даже величайший царь в старости становится, по сути дела, ну, чуть ли не игрушкой в руках своих подданных и своих собственных детей. Но он Адония не пригласил пророка Натана, Бенави, тех богатырей, брата своего Соломона. Ну, вот она и другая партия, но смотрите, они в меньшинстве, им трудно выставить. Тогда Натан, пророк, сказал Батшеве матери Соломона. Это та самая жена Урии, которую Давид взял, собственно, погубив ее мужа. То есть это еще и скандальная история. Мало того, что Адония красавчик, любимчик и такой хитрый политикан, который всех привлел, Соломон, его предполагаемый конкурент, он еще и родился-то от незаконного сожительства. Он не может претендовать, в общем-то, на царство, по сути. И эта история не прячется. Бывают в современном мире такие правители, которые сажают после себя своих детей, даже формально там президенты, так делают иногда. Но уж, наверное, если там есть какая-то скандальная история происхождения, то историю всячески скрывают. А тут повествователи выпячивают. Он как будто хочет сказать, вот смотрите, Давид, это наш великий царь, основатель, собственно говоря, династии, не идеализируйте его, пожалуйста. С ним тоже все было непросто. У него были ошибки, у него были грехи, у него была немощная старость, вокруг него была куча манипуляций, он с кучей ситуаций не справился. Его величие не в том, что он всегда все делал правильно, как обычно рассказывают про великих персонажей из нашей истории. Да, потом очень обижаются, когда говорят, что там, знаете, Петр Первый много народа зря погубил, или там Иван Грозный был кровавый деспот, что вы, они великие правители, или они нашу страну там вывели к свету и так далее. Да нет, 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 какие-то достижения, которые были, абсолютно не делают жизнь такого человека однобокой. И о Давиде это рассказано напрямую. И что будет дальше? Смотрите, у нас есть партия Адонии, за которую большинство, которые уже отражествуют победу, такая даже не партия Соломона, а как бы те, кого не пригласили. Они даже еще не оформились в свою партию, и чего им остается? Да, в общем, ничего хорошего. Тогда Натан сказал Батшеве, матери Соломона, ты ведь слышал, что царем провозгласил себя Дония, сын Хагита, а господин наш Давид, и не знает об этом. Вот что я посоветую тебе теперь, чтобы тебе спасти свою жизнь, жизнь сына своего Соломона. Ну, понятно, что царь постарается устранить всех конкурентов, своих братьев в первую очередь. И поэтому, скорее всего, Соломона убьет. Ступай к царю Давиду и скажи ему, разве не клялся ты, господин мой царь, своей служанке, что сын твой Соломон станет царем после тебя, и вас сядет на престоле твоем. Отчего же царем стал Дония? Еще до того, как ты закончишь говорить царем, войду я, чтобы подтвердить справедливость слов твоих. То есть Давид даже ничего не знает. Он там пообещал, но уже старенький, уже не контролирует ситуацию, выполнить обещание, по сути, не может. А может, не хочет. А может, вы знаете, такая ситуация, пожилой правитель, ему говорят всякие приятные вещи, чтобы только его не огорчать, скрывают от него часть информации. Говорят, что для португальского диктатора Салазара, когда американцы высадились на Луне, напечатали специальную газету в одном экземпляре, где не было истории об американцах, высадившихся на Луне. Зачем старичка огорчать? Он живет в своем таком архаичном мире. Получается, они с Давидом вот как португальские министры с Салазаром обходятся? Получается, да. И пророк Натан, который когда-то, когда-то для Давида возвещал волю Божью, сейчас вынужден Давиду напоминать его собственную волю. Причем даже не напрямую, а через его любимую жену, которую он помнит, знает, будет слушать. Батшива отправилась к царю во внутреннюю комнату. Царь был тогда очень стар, ему прислуживала Авишага из Шунема. Еще раз, если вы забыли. Батшива поклонилась царю и пала преднемница. Царь спросил, что у тебя? Она ответила ему, господин мой, ты клялся своей служанке Господом Богом твоим, что сын твой Соломон будет царем после тебя и воссядет на престоле твоем. Но теперь уже воцарил Садоний, а ты, господин мой царь, даже и не знаешь. Он принес жертву множество волов и овец, пригласив всех циновей царских и священника Ивиатара и военачальника Юава, но слугу твоего Соломона не пригласил. И теперь, господин мой царь, очи всего Израиля взирают на тебя. Объяви же, кто восядет на престоле господина моего царя после тебя, а не то и два господин мой царь приложится к отцам своим, меня и сына моего Соломона сделают виновными. Ну вот, она просит не просто о царстве для своего сына, она просит о жизни, потому что иначе они мятежники, они не признали нового царя. Пока она еще говорила с царем, вошел пророк Натан, царю объявили, вот пророк Натан. И он вошел к царю и поклонился им лицом до земли. Натан сказал, господин мой царь, говорил ли ты, что Адония будет царем после тебя и восседет на престоле твоем? А то ныне он отправился приносить жертву валов и пригласил сыновей царских и военачальников и священника Ивиатара, и вот они пируют перед ним и провозглашают, да здравствует царь Адония, а меня твоего слугу если же все это стало по воле господина моего царя, отчего же ты не поведал слуге своему, кто восседет на престоле твоем после тебя? То есть Натан формально спрашивает царя, что прикажешь, да, но на самом деле напоминает ему о его обещании. Что же это за история? Это история про слабость великого, про то, что не всякий великий человек всегда силен, точнее, не один великий человек не силен всегда. Тогда царь сказал, позовите мне Батшеву. Она вошла к царю, встала прямо перед ним, и царь произнес клятву, жив Господь, избавивший жизнь моей от всякой беды. Ну вот в чем особенность Давида, на все он реагирует прежде всего молитвой. Я клялся тебе Господом, Богом Израилевым, говоря, что сын твой Соломон будет царем после меня и восседет на моем престоле вместо меня. Это я исполню в тей же день. Батшева пала лицом на землю и поклонилась царю, сказав, когда живет господин мой царь Давид вечно. Тогда царь Давид велел собрать к нему священника Цадока, пророка Натана и Бинаю, сына Ехояды. И они предстали пред царем. Царь приказал им, возьмите с собой слуг своего господина, посадите на моего мола сына моего Соломона и вступайте с ним в Гихон. Ну то есть, воздайте ему царские почести. И пусть там священник Цадок и пророк Натан помажут его в царе над Израилем, протрубят в руку, провозгласят, да здравствует царь Соломон. Потом возвращайтесь вместе с ним и пусть он сядет на мой престол. Это ему быть царем после меня, ему я судил быть правителем над Израилем и Иудой. То есть, на самом деле, он может вмешаться в ситуацию. У него еще достаточно власти и авторитета, пусть не физических сил. Но в какой-то момент сдают его духовные или, скажем так, умственные силы, и он уже упускает ситуацию на самотек. Бенаев, сын Ехояды, отвечал царю так, аминь, да приговорит так и Господь, и Бог Господина моего царя. Как был Господь с Господином моим царем, так будет он и с Соломоном. И пусть Господь возвеличит его престол более, чем престол Господина моего царя Давида. Ну, то есть, он принимает это с радостью, что они и делают. И отправились тогда священник Цадок и пророк Натан, и Бенаев, сын Ехояды, и керетиты с пелетитами, придворная гвардия Давида, видимо, иностранные наемники. И посадили они Соломона на моло царя Давида и привезли его в Гихун. Священник Цадок взял рог селеем из Кини и помазал Соломона, протрубил в рог, и весь народ провозгласил, да здравствует царь Соломон. За ним последовал весь народ, и при этом народ играл на флейтах и вовсю радовался, так что земля расседалась от этого шума. Вот хочется так побеспокоиться, не начнется ли здесь гражданская война. Увидим. Раньше начиналось от таких вещей. Это услышали Адони, и те, кто был к нему приглашен, едва не закончили опировать. Юаф услышал, как трубили в рог и спросил, что это за шум и волнение в городе. Еще он не закончил спрашивать, как вошел Юнатан, сын Авиатара. Адони сказал, входи, ты достойный человек, и наверняка не сушь добрую весть. Адони отвечал Адони, о нет, господин наш царь Давид сделал царем Соломона. Царь послал с ним священника Цадока, пророка Натана и Бенави, сына их еды, и керетитов с пелетитами. Они посадили его на царского мула, а священник Цадока и пророк Натан помазали его в Гихоне и торжественно вернулись оттуда. Вот что за шум ты слышал в городе. К тому же Соломон воссел на царский престол, и царские слуги приходили благословить господина нашего царя Давида с такими словами. Да прославят Господь имя Соломона превыше твоего имени, да возвеличат его престол превыше твоего престола. И царь лежа на постели, присоединился к их мольбе. Так и говорил царь. Благословен Господь, Бог Израилев, который даровал мне на ней наследника на престоле, и отчи мои видели это. Тогда в испуге вскочили все, кто был приглашен к Адони и разбежались каждой своей дорогой. Почему? Когда Афшалом так себя повел, ну не прямо так, но похоже, провозгласил себя царем, к нему, наоборот, стеклись израильтяне в большинстве своем. А тут уже сторонники Адонии испугались. А, видимо, Давид все-таки не зря подавил тот мятеж и сделал очень многие другие вещи. То есть авторитет-то Давида остался непререкаемым. Мы начали с того, что это глава о его слабости, а получается, что это глава о его силе, которой он не спешил воспользоваться. О том, что сила-то еще была. Просто вот он упустил контроль, он перестал следить за ситуацией, поэтому так и получилось. Адонию страшился Соломон и отправился к жертвеннику, ухватился за его рога. Соломону донесли, что Адоний испугался царя Соломона и держится за рога жертвенника, приговаривая, пусть теперь же поклянется царь Соломон, что не казнит слугу своего мечом. О чем идет речь? Рога жертвенника – это священная вещь, да? То есть это те выступы на каменном или металлическом или деревянном жертвеннике, куда кладется туша животного. И держась за них, человек соединяется как бы вот с культом, с божественными жертвоприношениями. Зарезать его, пока он держится за рога жертвенника, нельзя. Это, кстати, и языческие, и израильские представления. Соломон ответил, если будет вести себя достойно и волос не упадет с головы его на землю, а если обнаружится за ним некое зло, умрет. Ну, то есть амнистия за прошлое, но на будущее глаз не спущу. Царь Соломон послал за ним, его привели от жертвенника. Он поклонился царю Соломону, и Соломон сказал ему, ступай домой. Вот, грубо говоря, так Соломон взошел на престол, когда еще был жив Давид. Так Давид его на этот престол поставил, но он еще жив, и как, собственно, перейдет власть от одного к другому, расскажет нам вторая глава. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...